Друзья, продолжаем рубрику Ответ на вопрос, который вы задаете на наш ютуб канале В инстаграм, вконтакте, в телеграм канал Вопрос первый Очень близко к грунтовой воде Два штыка и вода поднимается Люди имеют колодцы для полива огорода Если в конце лета, когда будет стоять жара Выкопать пруд-копань 100 метров квадратных по зеркалу 2 метра глубина и поставить шифер по берегам По периметру Вода будет стоять вровень Какая вероятность проживаемости рыбы в этом пруду? Друзья, значит Ну, во-первых, конечно, шифер так себе идея Все-таки грунты промерзнут и выломают вашу конструкцию На что вы будете крепить шифер? На металлические трубы? Чем крепить? Дело в том, что шифер там, где вы прикруете на саморез Может, вы даже гайку положите Но это место слабое Оно очень легко ломается под давлением А зимой, если грунт промерзнет в какую-то зиму То давление будет очень существенное Соответственно, я против Но, если уж, например, вы, предположим, гипотетически Вы шифером укрепили берега Что произойдет? На шифер первое время будут какие-то вещества выделять Они не сильно, там, не знаю, есть ли вредные вещества Напишите, кстати, друзья, кто разбирается в этих материалах Какие вредные вещества в шифере есть Но какие бы там ни были вещества Образуется биопленка Это бактерии в основном, грибки Но большую частью это бактерии Бактерии выделяют некую слизь В которой сами же и живут Это как некая пленочка Не очень-то прозрачная для веществ То есть она, конечно, что-то пропускает через себя Но маленькое количество веществ То есть она не дает растворяться веществам Шифера Или это будет у вас известняк Или любой другой материал Который, казалось бы, мог бы что-то в воде растворить Он существенно меньше будет растворять веществ в воде После того, как образуется биопленка Вот эта слизь бактерии создают сами для себя Сами для себя улучшают устроение жизни Поэтому они эту слизь быстро образуют Достаточно там за 2-3 месяца И эта пленочка у вас стоит Ну и, соответственно, можно будет держать рыбу Если уже какое-то вещество Или материал, который уделяет вредные вещества Будет у вас в берегах Ну, через 3-4 месяца слейте воду Помойте пруд без химии Чтобы не смывать эту биопленочку Просто поменяйте воду Пролейте водой Керхером или не керхером А просто водой смойте там какой-то ил Выкачайте все И налейте опять воду Веществ будет существенно меньше у вас Вредных Поэтому можно Другое дело, что у нас на канале Столько вариантов берегового крепления мы обсуждали И камень И мешки с песком Которые закрываем потом дарнитом И георешетка с цыпкой щебнем Кстати, георешетка может быть не намного дороже Чем ваш шифер Конечно, колья лиственничные Это будет дорогая история Но если Георешетка с гравем Или мешки с песком И закрытие дарнитом То это будет достаточно хорошая Надежная, крепкая история И недорогая И на мой взгляд Лучше, чем Шифер И долговечный Ну, а в этом вы посмотрите В наших роликах, друзья И следующий вопрос У меня глиняный пруд Пока там жили ротаны Пруд или ротаны Как правильно удобрение Напишите, друзья Я не знаю Пруд был идеально чистым После того, как я чистично удалил ил Намутил воду Поставил аэрацию Запустил рыбу Прозрачность не более 30 мм Даже зимой подо льдом Подскажите Возможно ли очищение воды Хотя бы до 1 м По скриптам Форель, осетр, карпы Еще не сливы до фрыб В том числе раки Чувствуют себя прекрасно Да, что могло произойти Во-первых Если ила у вас было достаточно много Предположим Ну, 100 мм и более Карп у вас мутил ил И он чуть быстрее оседает И не дает такой взвеси коричневой Как глина И очень часто Когда убирают ил Остается голая глина Запускают карпа Карп поднимает глину так Что пруд просто коричневый Это первое Второе Вы могли поставить аэратор Прямо на дно И он будет поднимать Эти взвеси Постоянно И поэтому у вас пруд будет мутный Конечно Если у вас был только ротан И не было карпа То возможно Это была причина Прозрачной воды Потому что ротан так сильно не роет Собственно говоря Он не роет глину Он у нас хищник Он регулировал численность карпа Или других карповых И пруд был чище Вы запускаете карпа И пруд становится коричневым Это нормальная история У нас был ролик Глиняный пруд В Калужской области Возле храма Наш заказчик Строил храму пруд Там запускали рыбу Для того, чтобы В трапезной готовить людям еду Брать рыбу с пруда Выращивать ее для себя И когда мы запустили карпа Пруд, который имел Такой красивый оттенок Хаки Такой полупрозрачный Он вдруг стал коричневым Потому что карп поднял Взвесь глиняную Он просто стал коричневым Не такой красивый Я, собственно говоря Всегда был против карпа Но там попросили Потому что карпа Хотели именно готовить К столу Рыба вкусная Быстро растет Запустили карпа У вас, возможно, та же история, друзья Поэтому Что можно порекомендовать Убираете карпа Сажаете окуня Что он регулирует численность Мальков И карповых Мальков карповых И пруд должен очиститься Аэратор поднимайте На 40 см выше дна На полметра Чтобы не поднимать взвеси Вода должна у вас очиститься Карася желательно тоже брать Хотя карась так сильно Воду не мутит В принципе Если у вас будут еще хищники Белуга, калуга Щуку исключить Почему мы говорим В наших видео Вода должна В общем быть Более Более прозрачной Ну что ж Следующий вопрос Поехали Третий вопрос Есть ли берега Не чистый суглинок С песком А глина с песком Будет ли лежать Крупный камень По берегам От самого дна До верха Без бетона И геополотна Отвечаем Даже не буду ехать Это короткий вопрос Да Будет лежать Главное Чтобы он был крупной фракцией Камень 80-150 Или 80-250 Не будет хорошо лежать Опасно Лучше взять фракцию 100 Или там 150-300 мм Валун От низа его кладете Можно пустоты Заполнить Гравием 5-20 И он будет стоять крепко Даже на песке На суписи На суглинке С песком На глине с песком Будет лежать Крепко Без геополотна Если более подвижный Грунт Ну не торф только То Фракцию камня Увеличивайте Он без геополотна Будет прекрасно Лежать Мы об этом говорили Посмотрите О строительстве пруда Глиняного Потом пруд На высоких Грунтовых водах Мы это все обсуждали Посмотрите там Следующий вопрос Вопрос Пруд небольшой 150 метров квадратных Дно Синяя глина Вода Сами понимаете Ужасная Почему? Скажите Поможет ли мне укладка На дно мешков с песком И засыпка щебнем Либо георешетка И заполнить щебнем На дно Друзья Отсыпаем Просто песок 20 сантиметров Мешки с песком Не нужны Мешки с песком Можно положить По вертикальным стенам Если вы хотите закрыть глину И потом Уложить камень Или дарнитом Закрыть мешки с песком Можно без мешков с песком Если вам не нужно Укреплять чашу пруда Просто сразу Кладите камень Это то О чем я говорил В предыдущем вопросе Крупной фракции Если вы кладите Георешетку Засыпаете щебнем Под георешетку Обычно идет Геополотно Дарнит Плотностью 300 грамм Квадратный Главное Чтобы георешетка Дошла до дна И уперлась в дно На дне Не должно быть щебня Не должно быть георешетки Почему? Потому что Образуется бескислородная зона Мы об этом говорили И ваш щебень Станет очень быстро коричневым Здесь забитый Иллистыми отложениями Ни рыба не доберется В межщебеночное пространство Поесть червячков Не разроет она щебень Это слишком крупная фракция Губы сотрет И вы не очистите Это будет накопление грязи Никому не нужно Там должен быть песок Можно карьерный С углистой какой-то частью Потому что Под давлением воды Он уплотнится И там будет доступ Кислорода К этой зоне И бактерии Аэробные Быстренько переработают Этот ил Поэтому На дне Песок По берегам Пожалуйста Камень Как мы говорили В предыдущем вопросе Или георешетка С гравием И будет вам Друзья Счастье Следующий вопрос Смотрел ваше видео о хлорелле Подскажите Она Фильтра С губками Будет забивать Или просочиться Через нее Не знаю Наверное частично Будет и оставаться А если после Утрафиолета Возможно будет забивать В этом Или при хлореле Вообще все отключать Нужно Построил сам прудик Небольшой 70 км по зеркалу Заполнил Грунтовой водой С дренажа Я не могу поднять ПАШ У меня где-то 5,5 По тесту Наверное Может ошибка какая-то Уж больно кислая Реакция И тем более С дренажа Ну Может быть Заливал еще в ноябре Прошлого года Все в той поре и стоит Хлорелла поднимает ПАШ Надеюсь Или нет Пруд без рыбы Растения только растут А Растения только растут Немножко А тут без рыбы Рыбу боюсь запускать Конечно 5,5 Для рыбы Это стресс Слишком кислая реакция Не каждая рыба Это выдержит Поднять ПАШ Это вообще Как говорится Не будем ругаться Ерунда Вопрос Просто берете Гашеную известь И вносите По нормам Которые прописаны В интернете Ну Сейчас уже не помню 2 или 3 грамма На квадратный метр Зеркало Или 5 грамм В вашем случае Вы точно Не переборщите Можно не переживать На этот счет Посмотрите Нормы Я сейчас не помню По этим нормам Для рыбоводных прудов Все хорошо прописано Вносите известь Берите анализ Известь В вашем случае Можно внести 2 нормы Рекомендуемые Потому что у вас Очень кислая реакция Потом можно Вносить еще раз Вы кстати С рыбой будете запускать Можете оставить Слабокислой 6,9-6,8 Через там 2 месяца Внесете еще раз Как профилактику Там Заболевания рыб Гошеную известь И выравниваете ПОАШ Это первое Что нужно сделать Потом нужно Внести хлорелу Хлорелла Конечно не будет Вам поднимать ПОАШ Хотя исследования В этой области Недостаточно Как я уже Об этом уже говорил ПОАШ Хлорелла Вносите после этого Она разрастется Потом Пруд Поменяет цвет Очистится Вода После этого Можете запускать Фильтрат После того Как пруд Очистился До этого Я бы не вносил Нет смысла Вы хлореллу вносите И ультрафиолетовыми Лапами Тут же ее выжигаете Нет никакого смысла В этом действии Сперва хлорелла 2-3 недели Она работает Потом Для поддержания Прозрачности Пожалуйста Запускайте Систему фильтрации С ультрафиолетовыми Лампами Их должно быть Достаточное количество Достаточное количество Протоки Воды И так далее Друзья Заключительный Седьмой вопрос Участок На границе Торфяного болота Выкопали пруд 3х4 Глубиной 2,5-3 метра Это очень глубоко Для такого размера Берега не укрепляли Не знали как и чем Запустили Карасей Карпа и Белого Амура Всего штук 40-50 Из пруда берем Насосом воду Для полива Сами не купаемся Боимся змей Иногда заползают В болото В этом году Начали обваливаться Берега Что посоветуете Думаю Эта тема Интересна многим Так у нас В Ленинградской области Практически все СНТ находятся На болотах Да Ленинградскую область Мы знаем Мы сами Из Питера Приехали В 2007 году В Москву Потянулись За длинным рублем Как это часто и бывает Но в принципе Но я уже Прикипел к этим местам Мне очень нравится Центральная Россия Москва Настоящий В доску Русский город Ярмарка И широкая масленица В Питер Приезжают Два-три раза в год Потому что Старые друзья Все там Поэтому люблю И Питер И Москву Очень В Ленинградской области Знаем Строили По прудам Из торфа Точнее По прудам На торфе У нас есть Хороших Два видео Поищите Посмотрите Там подробно Минут 30-40 Рассказывается О вариантах Строительства Там две части По-моему Посмотрите Можно Чуть-чуть Расширить Конечно Укрепить Мы обсуждали Даже в этом видео Это Дарнит Плюс камень Дарнит Плюс мешки с песком Но просто мешки Нельзя на торфе Дарнит Мешки Дарнит Там два-три слоя Посмотрите Видео Там все указано Против змей Поставьте Хороший аэратор И никто К вам не поползет Потому что вода бурлит Змея не поплывет К вам Плавайте Наслаждайтесь Сделать его побольше Поставьте хорошую аэрацию Запустите рыбу Амура уберите Не нужен он там Карася Оставьте Карпа я бы тоже не делал Но собственно говоря Зачем Это все мутить Поднимать Но если уж вам очень нравится Запускайте карпа А так лучше Крупного карася И поймали И поели И кормить не надо Есть то Что есть там И окуня Добавьте Чтобы он Ну хотя не знаю Выживет ли он Не выживет Может не выжить В таком маленьком пруду Ну для регуляции карася Кого-то бы надо Но если вы не будете Его кормить Карась сам съест Свою икру Сам себя отрегулирует Собственно говоря Проблем у вас не будет Я бы Монокультуру карася Оставил И все Будет у вас карасевый Прекрасный укроп Вот собственно говоря Друзья И все Наверное За всем друзья Прощаюсь И традиционно Желаю всем И тебе Слышишь И тебе И тебе И да И тебе тоже Я желаю Друзья Добра Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok